Дневной разворот. Алексей Соломин и Алексей Нарышкин в студии. К нам присоединился главный редактор Алексей Венедиктов. Добрый день. Добрый день. Мы вещаем в Ютьюбе сейчас. Ну, не присоединился, вы меня вызвали вообще-то. Даже так? Ну, хорошо. Да, такого желания у меня с вами тут сидеть нет. Так, оказывается, можно делать. Мы вещаем в Ютьюбе. Вы можете писать в чат свои вопросы, если успеете, пока Алексей Венедиктов здесь. Я хотел на вас сначала наехать за очередное выступление в роли некоего серого кардинала. Мы помним все истории с Виски и различную критику в ваш адрес. Но вы вдруг принесли извинения Гудкову. И я хочу на вас наехать за другое. А чего вы извиняетесь? Дело в том, что я так не очень понимаю, знают ли наши слушатели, о чем речь вообще-то. Мы рассказывали в течение... Рассказывали, да. Значит, я принес извинения Гудкову, потому что я был инициатором вот этой истории. Я втянул его или подбил его Ияшина на попытку разрешить этот, казалось бы, политико-юридический спор путем компромисса. И я подбил Гудкова. Правда, я не думал, что Ияшин не подпишет заявку. Мне было сказано, что он согласен. И поэтому он сейчас оказался в ситуации абсолютно дебильной, когда он подает заявку, забирает заявку. Дебильная ситуация. Я не помню, когда в последний раз забирали заявку на митинг, на политический митинг, на политический митинг оппозиции с приглашением Навального, который собирались сделать. И было заявку добровольно забирали. Я этого не помню. Дебильная история абсолютно. Но она проехала уже. Но проехала. Но я виноват перед Дмитрием Геннадьевичем. Я приношу ему извинения в эфире тоже, потому что это была моя конструкция, мое предложение. Зачем извините, Алексей? Один слился, а другой забрал заявку. Ну вот так было. Зачем решили вообще в эту ситуацию вмешиваться? Смотри, история такая. Я ее пропустил с самого начала. Ну, праздники и праздники. И потом я вдруг понял, что внутри есть юридическое противостояние. Я очень люблю решать матричные вопросы. Значит, муниципальные депутаты имеют право по закону, соответственно, собирать праздник. Значит, правительство, опираясь на другие документы, говорит, нет, это не праздник, да, это политический митинг, потому что вы там хотите собирать наблюдателей, да, там, говорить о выборах. Это не праздник, это митинг. Что вы празднуете? И другой набор документов. У меня сейчас до сих пор забрасывают, значит, депутаты Красносельского совета, меня в почту пишут огромные там полотна про свое право, даже пишут капслоком, да, как будто кричат на меня в эфире. А депутаты Мосгордумы пишут мне обратное, да. И я понял вдруг, что действительно юридически существует, видимо, какая-то заусенница. И вся идея была в том, чтобы разделить вопрос 24 декабря и решение этой заусенницы, чтобы она не воспроизводилась. Одно из моих предложений было сделать рабочую группу из этих депутатов Красносельского совета, лично Яшина, СПЧ, Федотов дал согласие дать юристов, депутатов Мосгордумы на уровне заместительного, чтобы собрать все документы и посмотреть, где провалы, и чтобы их залатать, чтобы муниципальные депутаты без помех со стороны правительства Москвы могли осуществлять свое право. Чем праздник отличается от митинга? Кодифицируйте, пожалуйста, да, объясните, да, иначе все лукавство. Чтобы с этого все началось. Чтобы не было эскалации. Чтобы не было эскалации, потому что, когда у тебя юридическое противостояние, юридическое противостояние не решается между гражданами ОМОНом. Оно не выводится на улицы, когда с одной стороны одни депутаты вперед выдвигают граждан, а другие депутаты выдвигают, или там, правительство ОМОН. Значит, вот поэтому я предложил разделить эту историю. 24-го провести без лукавства политический митинг, какой они хотели, со всеми лузовыми... То есть называем вещи своими именами? Да, называем вещи своими именами. То есть вместо там митинга под видом праздника провести митинг под видом митинга. И праздник. Если надо, ну ставьте сцену, пусть любой поет, там красавицы в кокошниках ходят, елку пусть, пожалуйста, кто мешает. Собственно, в этом было изначальное предложение, да. Проблему юридическую, поскольку она возникла, она очевидно возникла, раз эти трактуют так, эти так, она не решается на улице, отложить через рабочую группу, если не договорить, то есть не исчерпаны переговорные позиции в будущем. Будут исчерпаны, значит, теперь это будет решаться в судах. Московском, конституционном, теперь понятно, куда это поедет. Там уже в суд, по-моему, подали. Поэтому вместо того, чтобы договориться, решили идти в суд. Ну, или на улицу. Считаю неправильно. Я в это вмешался таким же самым образом. Алексей Алексеевич, мы же понимаем прекрасно, что интересантом в вашем участии в разрешении конфликта была, я не знаю, участвовала ли она в этом, но интересантом была и мэрия Москвы. Где она интересант? Ей гораздо легче запретить эту историю. Ну, чтобы не разгонять потом, чтобы не было мотива. Ей разрешить Навального лучше, да. На митинге с огромным количеством народа, там, где на Сахарова, а сколько народа? Вот в этом садике Лермонтова помещается тысяча человек. Подали заявку на пять. Ну, расскажите, что будет, если придет хотя бы три? Скандала не будет. Нет, какой скандал? Будет все равно. Не будет, нет, выступит. Навальный? Они посчитают 150 человек. Значит, ты просто даже не понимаешь, что такое дать Навальному площадку в Москве. Ты просто не понимаешь, какое мне пришлось преодолевать и через чего усилия, чтобы заявка была у Гудковской удовлетворена. Просто даже не понимаете. Если президент слова Навальный не говорит и говорит, что это все Майданы, то практически, да, что делается? Делается Майдан. При том, что Гудков сказал, что каждый, в том числе Навальный, получит возможность поступить. Да, нет, так это было. Более того, я об этом говорил в мэрии. Что будет приглашен, скорее всего, Навальный. Придет, не придет, наше дело. И там были люди, которые сказали, пошел. А были люди, которые сказали, нет, ну давайте мы все-таки там, прав Леша, что нужно юридическую часть отдельно вынести отдельно. Но хорошо, мне удалось получить, да, я проводил эту заявку, я ее сопровождал, эту заявку. Но я хочу сказать самое главное другое в этой истории. Самое главное другое, что я хочу сказать нашим слушателям. И Яшин лично мне вечером, кстати, про виски, в этот момент мы сидели с Яшином. За столом сидело еще несколько человек. И я его спросил. Я его спросил перед тем, как пойти в мэрию. Я тоже не хочу выглядеть дебилом. Идти, а потом мне скажут нет. Я ему сказал, вот есть история. Я так понял, ты не хочешь быть тем самым заявителем. Хотя он мог быть заявителем. А Гурков предложил быть заявителем. Остаться заявителем, как председателем. Яшин, я спросил, скажи мне, пожалуйста, вот если я добьюсь того, что политический митинг будет согласован 24-го на Сахара, если я протащу заявку, если мне удастся, я не знаю, удастся или нет, я знаю, какое противодействие в мэрии мне лично это было бы. Я представлял, я еще не говорил к этому времени. Он говорит, у меня два условия, то есть согласился. Я говорю, какие? Первое, чтобы мы были организаторами Красносельский Совет. И второе, чтобы это было на территории Красносельского округа моего. То есть мы были с Яшиным в этот момент в переговорах. Я говорю, если я добьюсь, говорю, в присутствии людей, известных людей. Если это будет вот это, политический митинг с любыми гостями, если это будет на территории Красносельского совета, если вы будете организаторами, вы согласны? Он говорит, дословно, поддержу. Все. У меня за спиной Гудков, который собирал голоса для этого праздника, 123 муниципальных депутатов. У меня за спиной Яшин. Я пошел в полной уверенности, в полной уверенности, что с этим я решил. Теперь я иду туда решать. Непросто. Должен сказать непросто. Без виски. Сразу хочу сказать. Это... Они как услышали слово Навальный, там все понеслось. Там все понеслось сразу. Пришлось идти из кабинета в кабинеты. Вы же все вещи и вещи, как говорится. И я добился того, что они сказали, да, хорошо, пожалуй, да. Это моя инициатива. Не Дима Гудкова. Я еще раз Диме приношу извинения. Это моя инициатива была, чтобы политический митинг про свободные выборы на площади Сахарова прошел. И организатором его были Красносельский совет. И, собственно говоря, наша общественная палата попросила. Еще раз внимание. Попросила. Сначала у нас было написано, предлагаем. Яша на совете говорит. Мы его позвали. Меня, кстати, не позвали на Красносельский совет. Ни меня, ни Гудкова. А мы позвали Яшина. Это, кстати, к вопросу, кто разговаривает. С кем. И он говорит, нет, вы должны попросить. Там люди-то разные. Генералы есть. Я говорю, секундочку. Я вот. Моя ответственность. Я пишу. Мы просим Красносельский совет отменить заявку на праздник вот на Лермонтовском. Прежде всего из безопасности. Потому что люди там, ну они там, понятно. Второе. Мы просим депутатов Красносельского совета стать соорганизаторами митинга. Потому что заявку не изменишь. Смотрите. Не участниками митинга, а соорганизаторами. При этом Гудков сказал, да я не приду вообще. Я не приду, сказал Дима. Это они, организаторы, пусть будут. Я для них делал. Он для них делал резервную площадку под митинг. Но попал никуда. Я сейчас не буду трогать тему, какую роль в этом играют другие персонажи. Собянин и Навальный, скажем. Вот. Хотя она мне... Они играют. Она хотя бы не очевидна. Просто очевидна просто. Яшин подставляет лично вас, Гудкова и тех, кто собирается на митинге. Меня не может подставить даже покойный Бен Ладен. А также шеф ЦРУ Помпео и директор ФСБ Бортников. Меня подставить невозможно. Все, что я делал, я делал публичное, открыто. За Бортникова не надо. Бортников может. Не может. А каждый шаг свой я делал открыто. Я комментирую открыто. Я делаю это всегда. Да, я договорюсь. Я получаю результат. Потом я комментирую, как я это делал. Все знают. Здесь нет никакой ошибки. Меня нельзя подставить. Он подставил Гудкова, который попытался ему создать условия. Но это теперь их работа. Пусть они там решают. Я повторяю, я хотел это решить на основе переговора рабочей группы, которая юридически свела бы вопроса. Сейчас это будет решаться в судах и ОМОНом. Отличное решение. С политической точки зрения Гудков правильно поступил, что отозвал заявку? Да, я ему сказал. Он мне звонил. Мы с ним говорили после уже. Он говорит, я обещал снять заявку. Я говорю, Дима, это твоя заявка. Я обещал. Нет. Он говорит, я вас подставляю. Я говорю, меня? Он сказал, как ты? Меня? Ты меня подставляешь? Не родился еще тот Гудков, что подставил Венедиктова. И тот Яшин. И тот Навальный. И тот Собянин. Смотрите. И я ему сказал, смотри, мы написали официальное обращение в Красносельский совет. Ответа нет. Не рассмотрели. Пошли в жопу. Я написал сегодня утром. Я вижу, что нет ответа. Хотя они вчера заседали. Они вчера вечером заседали после всего этого. Я сегодня утром каждому из 10 депутатов на их почту направил обращение письмо, которое у меня в Телеграме. Мне ответило трое. Один ответил большой простыней, что мы имеем право. Но ради бога. Я про другое. Я просил принять решение с учетом нашей аргументации. Они не приняли никакого решения. Они написали, пошел вон. Ну хорошо. Я пошел вон. Мне-то что? Я пришел сюда на свою любимую радиостанцию. Я пойду дальше заниматься проблемами выборов, как член штаба по выборам. Я хочу сказать. Не надо думать. Да, мы имеем дело часто с нечестными политиками. Нечестными. Имеем право. Но не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно. По отношению к Гудкову, который его поддерживал, который собирал для него подписи муниципальных депутатов. Он поступил нечестно. Это первое. И важно. И второе. Главная все-таки причина системная, на мой взгляд, в том, что депутаты Красносельского совета, я не хочу их учить, они депутаты из Бодорода. Они пришли из активистов гражданских и не поняли еще, что стали властью, а значит ответственными. Гражданцы и активисты не несут ответственность за других. А власть, а это власть, которая организует праздники, несет ответственность за других. Они этого еще не поняли. В этом главная проблема. Ничего поймут, ни последний праздник, ни последняя история. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и председатель комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты города Москвы в эфире. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Через две минуты мы вернемся. Спасибо. Все, все снова понятно. Да, поздравляю вас с днем рождения прошедшим. Это там? Да. Они весь год будут? Ребята, вы весь год меня можете продолжать. У меня день рождения. А потом будет новый день рождения. Еще можно с Новым годом поздравить. Нет, там есть серьезная проблема. Это последний уикенд. Открытые магазины перед Новым годом. Там будет огромный поток машин с подарками. Если люди выйдут на кольцо, если они не поместятся, его придется перекрывать. Так подождите, а в итоге люди куда? В итоге они остались на своем. Праздник красношеского. Гудков отменил заявку. Мэрия говорит, мы не допустим. Вот вся история. Вернулись в ту точку. Как будто нас и не было. Ну, как будто нас и не было. Ну, хорошо, ребят. Но это просто детский сад, если честно. Вот просто детский сад. Там смешное было, есть минута. У Яшина там. Это праздник, мы празднуем. Мы празднуем. Я говорю, вы празднуете что? 24 декабря. 1865 год. Куклос-клан. День рождения Куклос-клана. Или первый номер газеты «Искры». Да. Слушайте, мы все равно не объявляли, что вы нас покидаете. Я его как скажешь. Можем договорить. Мы вас вызвали, мы вас вернем. Вы меня не выгнали. Не выгнали. До каких тогда? До 50? До 54. Хорошо. Давайте договорим. Только спрашивайте, потому что. Хорошо. Может быть, люди там чего-то. Есть, есть. Я отмечаю себе как раз то, что. Вот это смешно. Куклос-клана или газета «Искры». И он обиделся. Я пошутил. Сарказм. Вот это вот на содержание совета. Пошутил. Уже пошутить нельзя. Серьезный там, со звериной серьезностью. Двухметровый яш. С седой бородой. Они меня учат. А мы не стали никуда Алексея Венедиктова отпускать, потому что у нас вопросы остались по поводу ситуации с митингом или с акцией 24 декабря. А что теперь будет? Объясните, пожалуйста. Я не знаю. Откуда же я знаю. Значит, мы вернулись в точку, когда Совет Муниципального депутатов Красносельских говорит, мы праздник, мы имеем право это делать. А мэрия говорит, это митинг, мы это не допустим. Откуда я знаю, что будет? Нас Красносельский Совет Муниципальных депутатов послал в ВОН, не ответив. Нас там нет. Ну, хорошо. Иначе мы будем освещать, что бы там ни было. Уже как эхо Москвы. Много комментариев. Примерно одного толка я за основу возьму Александра Куркина. А кто такой этот Венедиктов, что он может согласовывать митинги в Москве? Что теперь заявки на митинг нужно писать ему, а не мэрии? Ну, вы туповатый Александр. По-моему, меня представили здесь как председателя комиссии общественной палаты по развитию гражданского общества. А в соответствии с законом об общественной палатах у меня есть полномочия организовывать площадки для обсуждения вот таких вещей. Да. И что? Вы чувствуете свою ответственность? Конечно. За проведение подобных. Конечно. И если бы пошли по моему пути, конечно, часть ответственности была бы на мне. А сейчас на мне никакой ответственности нет. Я сделал все, что мог. Я умываю руки. Дальше сами. Дальше сами. В истории прошлой вот с вискарем и переносом на болотную много похожего? А смотрите. А Борис Немцов, которым клянулся сейчас Яшин и его товарищи, он принял другое решение. Когда стало... Оно очень похоже, потому что стало понятно, что люди не поместятся на площади революции. То есть 10 тысяч должно было прийти на площадь, которая мешает 5-7. Тогда состоялось несколько совещаний. Я тогда служил в общественном совете ГУВД. И тогда я помню, что предложение на самом деле о переносе сделал Колокольцев глава ГУВД. И дальше я знаю, поскольку Сергей Пархоненко этим занимался, он сделал звонок Немцову. Немцов согласился. И более того, Немцов переводил всех людей, десятки тысяч, еще раз, десятки тысяч человек мимо ФСБ, мимо ЦИКа, мимо администрации президента на Болотную площадь. И чего? И там было 85 тысяч. И там на этом выступал и Борис Акунин, и Парфенов, и Немцов. И выступали в защиту Яшина и Навального, которые в это время сидели под арестом. И после этого в Москве стали появляться статысячные митинги, потому что была площадка. Без ограничений они были до 6 мая 19-го года, до инаугурации. Но это сделало возможным вот такая история. Да, Немцов тогда принял решение. Подождите секундочку. Алексей Навальный, который как кандидат на пост мэра принял 49 из 110 мандатов муниципальных депутатов Единой России. Такие же визжали. Не смеет ничего брать из кровавых рук мэрии. Вы что думаете, там люди не посредничали? Как говорит генерал Кабадзе, еще не пришло время об этом рассказать. Но он принял и молодец, и правильно сделал. И результатом этого была замечательная компания. Замечательная компания. И 616 тысяч москвичей проголосовали за Навального. И никто теперь не скажет, Навальный, ты 2%. Да? Да, это тоже был результат разговоров и переговоров. А вы что думали, Александр Куркин? Политика это вообще искусство переговоров. Вот Путин садится с иранцами, Трамп садится с китайцами. Все говорят, переговаривайтесь с северными корейцами. А у нас внутри Москвы две структуры властные не могут договориться. Если у них нет общей площадки, значит, эти площадки надо организовывать в студии или в общественной палате или на мостовой садового кольца ОМОН против граждан. А депутаты с двух сторон будут стоять за их спинами. Это нормально, что ли? Да, это так, это мой город, я вам его не отдам. Это правда. Что делать тем простым москвичам или, может быть, гостям столицы, которые сейчас в некой растерянности пребывают? С одной стороны, политическая акция намечается, но она не будет согласована. Ну, я не знаю, пусть каждый выбирает сам. Просто люди должны знать и принимать решения на основе информации. Вот я сейчас изложил информацию, не даю оценки. Я не знаю, не понимаю, как примирить эти нормы законов. Для этого и нужно было сделать. Дальше все берут риски на себя. Те, кто зовут и будут звать на эту акцию в сквере, это провокаторы? Нет, это не провокаторы. Я же сказал, это люди, которые еще не почувствовали себя властью. Вы знаете, есть проблема у Макрона. У него огромное число молодых депутатов, которые не умеют... Они пришли с улицы. И они не знают, как работать. Мне вот французы рассказывали. Это обычная проблема, но пора взрослеть, действительно. Спасибо большое. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и председатель комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты города Москвы. В эфире радиостанция. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Программа «Дневной разворот» на этом заканчивается. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, джентльмены. Попросили... Почему не будет интервью Собчак? Она попросила... А, это туда, да? Да, это... Значит, смотрите, да. Интервью Собчак отъехало по причине загрузки. У нее сегодня, конечно, замечательное интервью. Я не жалею, что она съехала. Она сейчас дает интервью трём украинским. Медиа по этому самому. Среди них самый украинский украинец Матвей Гонопольский. Вот. И я думаю, что ей, конечно, было тяжело давать Гонопольскому, потом Венедиктову. Мы договорились, что по её графику будет большое интервью Собчак. Зарегистрировать её, не зарегистрировать её. Оно будет просто по её графику, я подстроюсь. — Предположили просто, может быть, она обиделась на эпитеты разговора о Рубинах? — Это я... — Это... — Ну, нет. Нет-нет-нет-нет. Ну, я вот просто вижу, что она сидит там с Белковским и у себя на Ютьюбе, и, соответственно, с украинцами разговаривает. Это очень круто. Я думаю, что мы часть возьмём. Там она отвечает жёстко, что делать с Донецком, что делать с Крымом. Панирует украинским журналистам, но отвечает жёстко. Было очень интересно. Я сейчас как раз смотрел. — Да, спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.